Я понял, что с главой Соловьиным Александром Александровичем мы недалеко нескольких дней назад проговорили об этом вопросе. Сейчас, как меня информировал, прорабатываются вопросы технического задания и рассматриваются вопросы возможности застояния финансирования, установки камеры видеонаблюдения. Пока за прозет, за макет, мы взяли установку камеры видеонаблюдения на территории города Больска. Сейчас эта работа эффективно была проведена, камера установлена, поскольку я помню, не менее 150 установленных камер. И, как я общался с руководителем полиции Больска, очень большой просторий в раскрытии и прожилатки преступления. Здесь однозначно такая же работа со стороны администрации, со стороны коммуникации совместно ведется. И я думаю, что результаты будут ближайшие годы. Вопрос, на самом деле, крайне актуальный. И мы за последние годы сконцентрировались таким образом. Ну, первое. По комплектации ЕДДС, которая принимает все видеосигналы и картинки, мы в рамках полномочия все выполнены, на самом деле, ЕДДС полностью комплектован, достаточно большие конструкторы, хорошие сервера, которые готовы принимать. Первое. Второе. В рамках цифрового управления мы за последние два года установили более 90 видеокамер в парках, где приводим в порядок. Актуальность этого уже есть, потому что мы видели вандализм, определенный вандализм, который проходил в седьмом микрорайоне. И, конечно же, когда есть видеокамеры, особенно с распознаванием лица, легче сразу установить тех людей, которые занимаются. Второй момент. В рамках правил дорожного движения фото-видеофиксации, это полномочия Министерства транспорта Саратовской области. Мы с периодичностью раз в два месяца вместе с ГИБДД, управлением ВДС, согласовываем, где какие улицы в первую очередь необходимо перекрыть фото-видеофиксацию. И вы, наверное, уже видели и средства массовой информации, очень большой объем предполагается у установок фото-видеофиксации. Сначала это было 1, 2, 3, 4 камеры, сейчас это уже за 30 практически. Ну и главный момент, так называемый «безопасный город». Мы, на самом деле, за образец взяли город Ворск, узнали, кто был проектировщиками. Сейчас совместно с специалистами на годовом техническое задание посмотрели, как оторганизовано в ряде крупных областных центров Российской Федерации. Идеальный пример, наверное, это Казань, где установлено более двух с лишним тысяч видеокамер. Это дорогостоящий проект, ну это просто как идеальная, наверное, картинка. Поэтому готовится техническое задание и будем пробовать выходить на возможный финансер, потому что это полномочия областного правительства. Это не просто установка камер на улице, это единый комплекс, который позволяет нам в совокупности отслеживать ситуацию, прогнозировать ее и вовремя на нее реагировать. Кроме того, также это нам нужно в части оставления информации, свидетельства, информации с целью получения доказательной базы в дальнейшем либо отыскания их услуги. И, на мой взгляд, как уже сказал Александр Александрович, мы обсуждаем, нам сейчас надо взять эталонный вариант возможности установления даты системы для того, чтобы не заниматься каждым годом ее модернизацией, а уже полномерно насыщать ее необходимыми участками, скажем так, видеонаблюдения или каких-либо еще иных комплексов, которые будут входить в нее. Здесь закладывать нужно на несколько лет перед этим. Те же самые системы распознавания лиц, те же самые системы не только распознавания лиц в визуальном металле, которые в дальнейшем дадут возможность изобличения содержать виски, а также безопасности граждан.